МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, зрители телеканала ЕВТ-24. Это передача «Городская среда». Сегодня в гостях Алексей Иванов. Алексей занимается организацией стендап-концертов и сам является комиком. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите, пожалуйста, что такое стендап для тех, кто слышит впервые такую формулировку? Ну, вряд ли такие люди есть на данный момент, которые слышат стендап впервые. Ну, это юмористический жанр, где выступает один человек на сцене и читает свой монолог, ну, то есть своего рода моноспектакль, наверное. Самый популярный юмористический жанр, я думаю, в наше время сейчас. Но в нашей стране это тоже самый популярный жанр, или все-таки пока еще далеко нет? Ну, на данный момент, я думаю, он прям уже захватил уже практически всю Россию. В этом-то как раз и была, можно сказать, причина организации таких мероприятий в Альметьевске, потому что везде уже есть, а у нас в Альметьевске что-то нет. Надо делать. Ну, хочется, чтобы было. Кто делает, если не сам? Сейчас вы единственный в городе, кто занимается организацией стендап-концертов, привозите звезд. Ну, нет, как бы у нас есть команда комиков еще, которые нам помогают, но по большей части, да, это вот наша командочка небольшая, которая занимается привозом в Альметьевск. Есть еще казанский стендап-клуб, это такой прям мастодон уже, это один из самых больших стендап-клубов в России, то есть все там уже перебывали абсолютно. И они тоже организуют концерты, привозят комиков, известных комиков в концертный зал общественного центра Альметь, и вот мы им помогаем, просто вместе сотрудничаем с ними. Ну, и также я их комиков из Казани привозил в заведение, где уже организовывали мы концерты. Прибыльно ли это дело организовывать сейчас стендап-концерты именно с популярными артистами, ну, как с популярными, относительно популярности, то есть прошлый стендап-концерт? Ну, бывали разные, вот последняя была достаточно популярная девушка. Она с какого проекта? С Камди-Баттла. С ТНТ. Да. Как? Удалось отбить вложенные деньги? Удается ли на этом зарабатывать? Что вообще за зритель приходит? Не заставляйте меня плакать прямо в эфире. Да, ну, пока же нет, вообще это дело может быть прибыльным и должно быть прибыльным, но поскольку я начал заниматься этим более основанно, так скажем, в этом году, в начале этого года, ну, по неопытности все равно какие-то есть вот такие вот косячки, которые не дают пока выйти в нормальный уровень, но мы учимся, мы делаем все больше и больше мероприятий, все лучше и лучше, то есть у нас в начале года сравнить, если мероприятия делали в витражах, делал, ну, сейчас вот делаем в операции, и уже уровень намного повыше, я думаю, абсолютно. А в начале года кого вы привозили? Самый первый привоз в начале этого года был Артур Шамгунов, комик из Казани, великолепный сольный концерт у него был, то есть вот это единственный концерт, который окупился. Ну, по сути, на нем не так много, но вот прям вот Артур Шамгунов, ну, мне он очень нравится, вообще великолепный комик, сольный концерт у него шикарный, всем советую на ютубе есть. Последний концерт был женский стендап, вы там исключительно девочки выступали, а что за публика пришла, женская или мужская? Разная вообще публика пришла, то есть пришли пары, пришли девушки просто, пришли просто мужчины, там пара столов было, был такой столик, был такой столик, там две девушки подарили своим матерям, для матери вот такой вот подарок, сходить на стендап, ну, и всем смешно было, всем понравилось, все смеялись, все от души отдыхали. Стендап это, в принципе, почти что сравнимо с походом к психологу, то есть ты видишь, как человек обсуждает и высмеивает проблемы, которые есть у всех практически людей, ну и сам над ними смеешься. Женский юмор, как вообще, как лично вы к нему относитесь? Шикарно, великолепно, ну, бывает смешной женский юмор, бывает просто не смешной, как и мужской абсолютно даже. Ну вот, вот я еще раз скажу, Надя Бобрышева приезжала к нам, шикарно, вообще великолепно отработала, всем все довольны, все смеялись, все великолепно, она харизматичная, энергичная, прям вот как надо, вот такой нравится мне, да. В чем проблема, что не получается заработать, отбить выложенные деньги? Количество людей приходит? Да, просто проблемы небольшие. Нам нужно как больше людей охватить, рекламу, то есть для этого нужно более обширное, более просторное. То есть пока что не хватает рук, не хватает еще чего-то, ну вот такие моменты. Народу некуда ходить у нас, в принципе, в Альмейске. Есть такая проблема, что народ такой сидит, вот что делать в воскресенье? И вот не знают пока что они, что не все далеко еще знают, что у нас проходит стендап. Вот мы вот год делали-делали-делали мероприятия, все время у нас новые-новые люди, но все равно еще есть много людей, которые прям в шоке. У нас в Альмейске стендап есть еще что-то. То есть сейчас стендап-культура, вот именно в рамках города, она, как вы говорите, в тестовом режиме? Ну да, у нас есть команда комиков, в Альмейске, которые вот, ну, хотят этим заниматься, вот прям они. Но у нас недостаточное количество открытых микрофонов проводилось, потому что комиков было мало. Вот сейчас работа проводилась у нас осенью, сентябре, октябре. Ну, нашли комиков, заинтересованных людей, но у каждых, это студенты в основном, пара рабочих людей, ну, у всех своя жизнь, там сейчас сессия у кого-то, еще что-то, еще что-то. И вот, ну, пока более-менее активно, постоянно занимающихся комик у нас в Альмейске два. То есть я и Ильнор, есть такой же, Камалов, он ездит только по другим городам, нам приходилось ездить по другим открытым микрофонам, потому что здесь мы не можем вдвоем просто проводить. Ну и зрители, как бы, к сожалению, зрители не приходят у нас на открытые микрофоны, хотя именно там рождается комедия. Вот в следующем году всех ждем обязательно. Ну, давайте расскажем зрителям, открытый микрофон это что такое? Открытый микрофон это вот чистое рождение комедии. То есть комики пишут шутки. Вот когда выступает комик, Нурланд тоже Сабура, все ТНТшные комики, когда они выступают уже для эфира, шутки уже все готовы, все они отточены, все отшлифованы. А открытый микрофон это то место, где комики выдают прям вот неотшлифованные, вот что только что придумали, и их тестируют, ну то есть проверяют и оттачивают их на этих открытых микрофонах. То есть на открытый микрофон может прийти абсолютно любой, кто хочет себя попробовать в зону рекомене. Любой, да, бесплатно посмотреть можно, любой может поучаствовать у нас здесь, только заранее нужно записаться, у нас там есть в Инстаграме и ВКонтакте, все время выкладываем. Мне нужно писать всегда. Последний открытый микрофон, как он пришел? И когда он был? Последний открытый микрофон был, ой, точно дату не скажу, это было воскресенье, перед 28 числом, ну за неделю до этого. Да, мы проводим открытые микрофоны в караоке-холле ресторана Витражи, но так получилось, что на этот открытый микрофон пришло три человека, три девушки, и мы вот выступали, нас комиков было больше, чем зрителей, и мы выступали все персонально для них. Ну это такое прям, ну не отменять же, девушки же пришли, надо же для них выступить в принципе. И вот было такое прям ощущение, прям один у нас, Ильнор взял кресло прямо перед ними, сел, начал что-то рассказывать, как дед, конечно, там долго уже затянул, учить жизни начал уже потом. Но смешно, но было смешно, то есть прям, зритель, если он к нам пришел, он все равно уйдет довольный. Открытый микрофон проводился, хоть один в Альметьевске, на который пришло достаточное количество зрителей, был вот этот комедийный вайб, когда комик шутит, зритель оценивает, было такое? Да, летом было, да. Единственный раз? Ну, можно сказать, пару раз, да, было. В чем проблема? Зритель не готов? Или вообще это утопия, идея? Ну, честно, проблема, возможно, скорее всего, получается, вам нет. Почему? Нет, возможно, просто, ну, не готовы к этому, да, видят люди то, что бесплатный ход, что-то непонятно, отчет на это идти, не идти, а может, сомнения какие-то, я не знаю, вот пока. Просто на наши вот привозы какие-то комиков, люди приходят, прямо интересуются, хотят. Вот на открытый микрофон, вот все, нет, у нас дела, у нас там еще что-то. А шутки проверять надо, а шутки проверять хочется, ну, вот эта идея вообще, реализуемы ли открытые микрофоны в маленьких городах, то есть, допустим, найдется 10 комиков в Альметьевске, активных, и они же не смогут каждую неделю писать новый материал, чтобы выдавать его на открытые микрофоны. не смогут, да, раз в две недели проводить открытые микрофоны. То есть, надо просто больше периодов. Да, планируем в следующем году. Но у нас есть 10 комиков как раз найдется. Но вот опять-таки, да, каждую неделю они писать не смогут. Ну, в больших-то городах не могут большинство комиков так писать. Но в больших городах много комиков. Да, и поэтому они меняются просто. А у нас, ну, ну, так получается. Но мы все равно верим, стараемся, идем к этому. Прям хотелось бы, чтобы в Альметьевске была, ну, команда комиков, так скажем. Потому что молодежь именно заинтересована сейчас этим. Это везде же, потому что стендап, все самые известные шоу ведут комики именно. Мы вот в следующем году хотели бы провести битву вузов, то есть битву между вузами нашими альметьевскими. Кто хочет заниматься стендапом, там оттуда вот как раз каких-то людей возможно будет получится найти у нас. Сейчас на ваших плечах не только организация стендап, концертов, открытых микрофонов, но еще и популяризация в городе этого жанра. Да. Этого вида отдыха. Да. То есть вам нужны не только зрители, но и комики. Да. И вот мероприятие с вузами, оно нацелено как раз на поиск этих комиков. Да. Получится? Конечно, получится, если делать. Ну, то есть вы как-то будете, не знаю, учить этих студентов, шутить в микрофон? Ну, мы вот проводили собрание, я делал такие собрания в Digital Academy в общественном центре Альметьевске. Там просто приходили люди, которые этим заинтересованы. И я им что-то рассказывал. То есть первые два занятия были вводные. Я какие-то им, ну, стендапы, это все равно жанр определенный. У жанра есть правила. Эти правила вот можно как раз людям выдавать. Есть такая книга Джуди Картер «Библия о комедии». Там все эти правила в принципе описаны. То есть все это структурировано. Чтобы нарушать правила, нужно их знать первоначально. Вот этим и как раз пытаемся заинтересовать то есть сегодня. Расскажите парочку правил основных для меня, например. Я вот на следующий открытый микрофон и пройду и выступлю, если я высвою эти правила. Ну, так, смотри, просто давайте основу. Из чего состоит любая шутка? Как думаешь? Какой-то заход? Заход? Какая-то ударная часть? Заход, да, в разных языках. в английском setup punchline. Setup – установка какая-то определенная. То есть в твоей голове что-то устанавливается. И punchline, то, что было установлено до этого в твоей голове, оно переворачивается и имеет как раз смешной характер. То есть подчеркивается какой-то парадокс юмором и вот у тебя в голове он переворачивается. А на примере шутки можешь попробовать? Ладно, давай самая простая. Не знаю, достаточно ли это правильно. Мне нравится. Вот такая шутка «Колобок повесился». Достаточно глупая, но смешная шутка все время. Ну, колобок – одно слово. Setup как раз-таки установка. Колобок, ты представляешь, в голове колобка. Это круглое существо. Оно там хлеб какой-то вроде бы. У него глаза там его в леса съело. И повесился сразу же. Следующая фраза. В голове не стыкуется. Это парадокс. Колобок не может повеситься. Ну все, я приду на следующий. Вот такой уровень юмора. Посмотрим, что получится. Нет, но это основы, которые, ну, зная их, ты можешь уже как бы свое выступление. Комики же как? У них такие же истории в жизни, как и обычных людей. Просто они знают, как эти истории переработать в рабочий материал. Вот этому вот нужно учиться, да, и сами этому учимся. А сейчас перерыв на небольшую рекламу. Далее мы продолжим. Это передача «Городская среда». В гостях комик, организатор стендап-концертов Алексей Иванов. Алексей, как раз давайте продолжим беседу про то, как стать комиком. Помимо знаний правил, как писать шутки, нужна ли насмотренность и кого смотреть? Нет, ну, в моем понимании, просто в моем понимании, чтобы стать комиком, тебе не обязательно смотреть кучу комиков. У тебя должно быть просто чувство юмора хорошее. У тебя должно с этим чувством юмора ты должен идти по жизни, относиться к жизни с этим чувством юмора и уметь это чувство юмора использовать. Но ведь это же все равно индустрия, это же все равно какая-то культура. Как сказать, что чтобы быть писателем не нужно читать классиков? Ну, вот есть разница на моем понимании, опять-таки, чтобы быть комиком, достаточно вот того, что я перечел. Чтобы быть успешным, хорошо зарабатывающим комиком да наверное ты должен посмотреть как хорошо выступают как как этот жанр устроен как это по каким правилам это работает что должен делать что таким вот стать у нас кого смотреть звукам на кого нравится больше российскую эстры российскую сцену или все-таки западноевропейская то я не могу ну есть определенные комик которых стоило посмотреть там джордж карлин и западный определенно стоило посмотреть то есть это такой прям умный стенд об и смешной одновременно и одновременно он достаточно еще старый очень старый очень много классика классика ничего не поделать с этим ну я просто рассказывать что я смотрел из русского стендапа деду море чего можно посмотреть вообще то есть абсолютно большое огромное количество комиков хороших есть которые на телевизоре даже между прочим не появляются то есть то что на тв это определенная часть то есть эта часть индустрии то есть на лады и шоу стендап но есть кучу тоже отличных комиков просто там на телевизоре они не появляются вот таких вот комиков вот привозим знакомим я сам знакомлюсь не просто потому что я сам тоже вот только вот в этом году начал входить в этот мир и достаточно проблематично знакомиться с комиками потому что в мальмитиске нахожусь а вы сами недавно начали заниматься стендап комедией ну вот это основное время и уделять до начале этого года этого апреля как уволился с основной работы предыдущие с кем работали инженером по автоматизации производства процессов технологических процессов то есть в какой-то из компаний ведущих в мальмитиске это ну это одна из компаний дочернее общество компании тот нефть групп компании тот нефть автоматизация занимается автоматизацией надо то есть вы ушли с работы хорошо оплачиваемой который вам дарил надежду на пенсию хороший да с хорошим карьерным ростом то есть все там еда вот вот так вот не страшно было уходить чудовищно ну два года это было чудовищно страшно то есть куда же я типа я же куда с работы уйду еще никуда в неизвестность ну то есть два года я боялся это неизвестности и что собственно и получилось я в эту неизвестности и прыгнул ничего не изменилось вообще то есть ждать нет смысла не было смысла никакого ну так же неизвестно все то есть приняли решение уйти с работы ради организации стендап концертов ради какой-то карьеры попытки создать карьеру комика ну да то есть когда неизвестно занимаешься чувствуешь такой должен заниматься чем-то другим то есть одновременно и двумя вещами такими серьезными как ну работа на должности инженера то есть автоматизация то есть там нужно большое время уделять от серьезной профессии то же самое и здесь тоже серьезная то есть я и там и там пытался и вот за двумя зайцами погонишься вот так ничего не особо не получалось то есть изначально года два-три назад первый раз я выступил стендапом был такой comedy кафе и там что-то мы пытались сделать но ничего не получилось все это не срослось потому что ну я там потом работой заниматься начал больше основной и что-то забросил это еще ну вот я принял решение абсолютный вот в пользу стендапа пользу вас еще и уход с работы наложился на пандемию ну в этом году то есть в прошлом году я еще работал на удаленке то есть когда только все это началось ну да наложился на пандемию вообще прекрасное время великолепное организовывал концерт великой аркады вот прямо любил всех сложность но чувствуете эту сложность которая создает пандемия коркады ну да но все это временно же все это переживается ну то есть до этого было сложнее вот как только коркады ввели все там на панике были я сам на панике был меня концерт отменился то есть который должен был ну второй раз уже второй по счету то есть у меня ничего время прошло все нормально все вроде все устаканилось так скажем у всех коркады уже появились ходит на концерт и вот мы были все-таки на концерте мы концерт перенесли наде бобрышеве 17 октября на 28 ноября все нормально пришли люди же все хорошо было там больше была паника от неизвестности то что только это все ввели и не понятно как это будет что будет ну в чем сейчас еще основная сложность в организации концертов помимо того что вам мешает пандемия что еще и что еще встает не той стороной не который приносит вам неудобства да наверное просто организация организовать работу больше командную надо у нас в команде сколько человек в команде есть люди но команды пока вот мы работаем тем чтобы команду ими создать чтобы работать командой один человек один человек не потянет это исключительно комики должны быть или все-таки и страница не обязательно просто люди заинтересованы этим то есть которых которых горят вот не знаю так скажем а дотация каких-нибудь не знаю организации структур получить не пытались летом подавал я пытался подать заявку на грант министерство делам молодежи республики тарстан там что-то непонятно все прошло вот я в этом должно уже быть положение вроде как на получение на подачу заявок на грант этот нефть группа компания татьяну вот туда хотелось бы попасть то есть как туда хотелось бы потому что мы же хотим основная цель какая чтобы это именно у нас в городе развивалась чтобы у нас было движение чтобы люди занимались чем то есть активная молодежь могла вот этим тоже заниматься это очень такой популярный способ самовыражения в последнее время но и судя по всему надолго это ну это надо достаточно долго ты вообще просто любой человек может прийти выступить на сцене стендапов на открытом микрофоне вы смеет свои проблемы и понять то что но эти проблемы не особо так они давить на тебя должны ну или получить психическую травму от того что зрители ни разу ну нет я там нет не позволяю только я ругаю тех кто если кто-то зала там начинает там издеваться над комиком который плохо выступает нет самое большое издевательство это же отсутствие реакции за самая чудовищная было у меня второе такое выступление в жизни в моей голове я так написал невероятно смешные шутки сейчас все заходить будет все разрывать я читаю уже почти до конца дочитал весь свой монолог там в зале была гробовая тишина я хотел провалиться под землю ну то есть должно быть вот такое ну то есть такая меди это нелегко это сложно вот такой у всех у каждого комика вот было такое это должен есть молчаливый зал который не реагирует на шутки это в принципе то что закаляет комика сделать лучше свой материал а это не закаляет это понимание дает ну то есть если не смешно значит это не смешно тебя в голове может быть только смешно то есть ты же залу рассказываешь это им тоже должно быть смешно и понятно вот у меня в голове было смешно а зала было не смешно потом мне было очень стыдно а сейчас больше чем вы занимаетесь все-таки если вы являетесь единственным организатором пальмейских стендап концертов открытых микрофонов то соответственно вам выступать негде и вы больше занимаетесь организацией и как комик разве я не ездим в казань вот мы на открытые микрофоны в казани проводятся открытые микрофоны то есть нас челны ездит ну в ближайших городах мы тоже комиков оттуда привозим мы с вами там к ним ездим но пока по большей части вдвоем или нужно съесть один комик такой активный вот он ездит по городам прямо старается вот тоже сделал такой выбор моей жизни в пользу комедии и вот мы с нему пострадаем в каких городах развита в татарстане именно стендап культура больше чем в армейциске в казани в челнах то есть казани это один из самых крупнейших ну невероятно классно очень классно сделали стендап клуб у них вот прямо деле на баумана великолепный вообще прям и в челнах ну у них это вот просто уже какой-то срок вот все это делается это не первый день не первый год это все был огромный background у этого там также начинали то есть так что и казани начинали там вот так же на открытый микрофон никто не приходил там когда-то у нас это только зарождается это что-то новое вот поэтому мы знакомим потихоньку людей впереди какое мероприятие что-то читал про уютный стендап до попытка такая была у меня вот назвать уютный стендап формат такой будет проходить нас это комики ну то есть уютный татарстан у нас татарстан уютный уют домашние то есть вот комиков в этом формате приглашать только вот сказание с набережных челнов то есть татарстана ближе башкири не будем никого звать то есть только будет то же самое как вот был вечер женской комедии то есть это не специально для нади бобрышевой был придуман то есть вот такой формат постоянно хотелось бы проводить вечер женской комедии то есть очень много великолепных девушек комиков есть то есть и хотел бы в этот формат приглашать вот это как раз таки не проявление сексизма девушек отдельно мальчиков отдельно татарстан но нет это не проявление сексизма это вот кому-то больше по душе вот такой юмор кому-то больше по душе вот такой юмор мы не запрещаем же на открытом микрофоне девочкам мальчикам выступать там разные дни только не заставляем но вот любители именно женской комедии вот просим пожалуйста есть такой формат там то есть уютный стендап это будут комики со всего-то старца ну да да вот такая идея такая идея да я постоянно выступаю я зря их организую что ли из концерта я на них выступать должен так вообще подходит концу год 2021 как его оцените в плане деятельности своей получилось ли развиться настолько на очень много опыта было очень много опыта я думаю то есть определенные есть успехи определенные есть неудачи но мы на них учимся я на них учусь и мы также на них учимся ну то есть дальше будет лучше естественно у нас есть прогресс то есть на ошибках учимся какие планы 2022 сделать как минимум один фестиваль между студентами студентами то есть битвы вузов то есть общались с казанским клубом то есть они дали такой совет они проводили у себя то есть у них отдал результат вот так же то есть у себя применить хотим как бы чё изобретать вот сделали качественно вот надо также пытаться сделать ну естественно попробовать получить грант на проведение чего-то ну и больше больше работать над тем чтобы нас комики появлялись и они были хорошие что касается аудитория аудитория нас великолепная то есть все гости которые приезжали в альметьев то есть все-таки классный зал у вас невероятно и вообще ну потому что у нас не проводилось ничего подобного до этого то есть по большей части поэтому для нашего зрителя это вот так скажем в новиночку то есть это приятно хорошо заходит всего достаточно пока если в других городах уже там зрители искушенные достаточно того у нас вот хорошо это воспринимается все-таки открытые микрофоны в следующем году в новогодние праздники примут начнутся они но да там все уже зависит сейчас пока не могу сказать какие конкретные даты просто все зависит от заведения где нам дают место где у нас дом пока данный момент где мы проводим вот как раз проекты хотелось спросить в прошлый стенд прошли открытый микрофон вы говорите пришло три человека зрителя с владельцами заведения в котором проводят на площадке которую проводите открытый микрофон создает какие-то проблемы ну как бы там никто и не заметил наверное что вы там что-то делали три человека что-то но владельцы заведения ничего не сказали не сказали не сказали хорошо но если бы сказали да с виноват с виноватыми глазами стоял бы со на них смотрел на стыдно было бы ну а что делать трудно вообще найти заведения которые пустят стендап комедия да нет достаточно нетрудно потому что я до этого уже работал практически в большинстве заведений города то есть я в качестве ведущего работал то есть работал ведущим все это знаком более-менее с администраторами можно договориться ну и к тому же если это хорошо делается если туда приходят люди то заведение само заинтересовано чтобы люди приходили ну вот опять же на основе 2021 вот именно что касается вашей вашего занятия организации концертов страшно смотреть 2022 все заняты не страшно с оптимизмом с оптимизмом да конечно алексей к сожалению время передачи нашей закончена я желаю вам удачи чтобы у вас получилось найти зрителя чтобы зритель полюбил стендап концерты открытые микрофоны чтобы появились комики и в ближайшем будущем может быть в лице вас мы увидели комика на центральных каналов или со своим личным концертом большим где-нибудь из центра в каком-нибудь центральном городе россии это была передача городская среда до свидания